Югорские водители порой теряют совесть, как бы жестоко это ни звучало. За последнее время участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием спецтранспорта. Речь о скорой помощи и пожарной технике. В большинстве случаев виноваты водители, которые не уступают дорогу машинам, спешащим на экстренные вызовы. Внимание не привлекают ни спецсигналы, ни громкие сирены. Как вести себя на дороге при приближении такого автомобиля и какая ответственность ждет за помеху, расскажет Антон Войтович. Покой обычного дня прерывают звуки сирены. Это автомобили 75-й пожарной части спешат на вызов. И тут складывается ситуация, когда эффективность действия огнеборцев зависит не только от их слаженности и профессионализма, но и от вежливости водителей. До наступления критических показателей, опасных факторов пожара проходит буквально минута. Конечно, очень важно своевременно и быстро прибыть к месту пожара. Водителю допускается отступить от выполнения требований правил дорожного движения. И руководствовать пунктом правил проезжать перекрестки, в том числе и на запрещающий сигнал светофора. Однако при совершении дорожно-транспортного происшествия это происходит затяжка по времени. То есть к месту вызова необходимо ввести в боевой расчет технику, которая стоит в резерве. Происшествия на дорогах с участием спецтранспорта не часто попадают с водки ГИБДД, однако имеют место быть. Вот конец мая в Нижневартовске. Машина скорой пролетела на красный цвет, спешила на вызов. Водитель легковушки не пропустил спецтранспорт. Пострадал пациент скорой помощи. За месяц до этого в Сургуте женщина на Мерседесе спровоцировала массовую аварию с двумя легковушками и скорой. Два человека получили травмы. А вот 2019 год, январь. Вартовчанин за рулем Соляриса не уступил дорогу скорой. В результате водитель спецмашины скончался на месте. Одна из последних аварий с участием спецтранспорта, спешащего на вызов, произошла в конце прошлого года. Тогда водитель автобуса не уступил дорогу автолестнице. В аварии никто не пострадал, однако машинам причинен значительный ущерб. Виновного суд не может определить до сих пор. Вы сталкивались с таким, что... Информацию принял. Да, конечно, сталкиваемся. Даже за день. И такие случаи происходят довольно часто. Водители спецтранспорта призывают относиться с пониманием и уважением к мчащимся на вызов машинам. Более опытный водитель, на самом деле, более дисциплинированный. Молодое поколение, начинающие водители, не пропускают. Аргументируют тем, спешка. Спешка, хотели успеть, не видел. И тем не менее, как бы, случаются дорожные транспортные происшествия, по вине водителей более не опытный. Преимущество на дороге дают только синие или сине-красные маячки вместе со специальным звуковым сигналом. В таком случае, при приближении спецтранспорта, другие водители должны уступить дорогу. То есть, не начинать возобновлять или продолжать движение. Не осуществлять маневры, которые могут заставить спецтранспорт изменить направление или скорость. Не будет лишним напомнить и об ответственности для тех, кто не соблюдает третий пункт правил дорожного движения. Это штраф от полутора до трех тысяч рублей, а также лишение прав. А стать пешеходом невежливые водители рискуют на срок от трех месяцев до одного года. Антон Войтович, специально для программы «Больше чем новости». Продолжение следует...